Программа «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина. «Код доступа», как всегда, в это время по стубботам. Завтра выборы о Франции. Во Франции день тишины. У нас, по счастью, дня тишины нету, поэтому я могу сказать, как накануне выборов произошел очередной теракт, после чего, вернее, просто вот в момент это одновременно было, независимый кандидат Макрон. Он такой же независимый, как независимые те депутаты, которые раньше были от «Единой России», а потом, когда рейтингов «Единой России» упали, стали избираться независимых. Да, потому что Макрон был в правительстве Оланда, и поскольку Оланд не баллотируется на второй шлог со своими низкими рейтингами, то у нас есть независимый Макрон. Так вот, после очередного теракта он сказал, что терроризм – это проблема, с которой французы должны научиться жить. Действительно, ну что можно сделать вот с этим несчастным человеком, который устроил теракт, который перед этим провел 15 лет за решеткой, пытаясь убить полицейских, который, собственно, еще два месяца назад был арестован, поскольку угрожал убить полицейских. Ну, понятно, что это совершенно неразрешимая проблема, особенно, когда у политика нет яиц. Ну, и есть еще страшная фашистка Марин Лепен, которая обещала просто выгнать из Франции всех, кто находится в списке террористов, в списке наблюдаемых потенциальных террористов, и сказала, объясните, а зачем мы должны вообще держать их в нашей стране? Вот при таких водных невольно хочется проголосовать за Марин Лепен, несмотря на все ее шашни с Путиным, или за господина Фиона, несмотря на то, что он действительно коррумпированный политик, что выяснилось в ходе предвыборной кампании, и тоже имеет шашни с Путиным. 985, 970, 45, 45. Ну, к нашим российским новостям на этой неделе Медведев выступил в Думе, Путин встретился с Кадыровым, и выяснилось, что дивная новость о дождя о Навальном, которого будут мочить, как Гитлера, это серьезно. Выпустили совершенно потрясающий ролик, «Навальный – это Гитлер», в котором рассказывается, как Навальный связан с нацистами, и который может иметь ровно два эффекта, на мой взгляд. Если человек совсем уж беспросветно туп и крут, то он посмотрит этот ролик и поймет, что «А, Навальный – это же то, что я хотел, он же нацик, я же тоже нацик». Ну, и второе, если человек уже не беспросветно туп, он, конечно, вызывает гомерический хохот, а причем не у интеллектуалов. Интеллектуалы – они всегда ненадежный элемент. Они ведь гады не верят, что в славянске на доске мальчика распяли, они не верят, как Далентьев рассказывает про 800-метровый Боинг. А вот именно у простых пацанов он вызывает гомерический хохот. Именно потому, что просмотр этого ролика им организуют в вообще обязательном порядке в качестве уроков просвещения в школах, причем, как я уже говорила, самые тупые и самые ненавистные из учителей. Потому что есть железный закон. Если учитель знает физику, он преподает физику, если он физики не знает, он преподает патриотизм. В данном смысле, конечно, режимы рушатся не тогда, когда против них даже начинают бороться, а они рушатся, когда над ними начинают смеяться. Вот Брежнев был обречен, когда про него начали рассказывать анекдоты. А Ходорковский вот замечательно сказал, что если Путин начнет закручивать гайки, то может обнаружиться, что гайки сперли. Потому что молодое поколение, его легко влечь фанатизмом, это правда. Но вот помните замечательный ролик с теткой из консерватории, с копипащиной диссертацией и со списком врагов народа? Ну, не копипащиной, а, скажем так, с большим количеством некорректных заимствований, которых выявил диссертнет. Вот список врагов народа тоже, видимо, был откуда-то некорректно заимствован. Да, потому что интеллект у этих людей и степень фанатизма их на самом деле видно, что они не по поводу фанатизма, а по поводу теплого куска. А у молодых людей у них другие приоритеты. Очень небольшое число из молодых людей думает, а как бы получить зарплату, а как бы не лишиться места на работе, а вот княгиня Марья Алексеевна, что она будет говорить? Она думает, как получить миллиард, как сорвать звезду с неба, а что бы вот девочке говорить? Вот это, кстати, важный момент, отличиться перед девочками. Собственно, он был важный еще с момента того, когда человек начал превращаться из обезьяны. И мне даже как-то компьютерщики, знаете, рассказали потрясающую вещь. Они рассказали, что доход, который приносит компьютерная игра, зависит от того, рубятся в нее одни мальчики или в ней есть еще небольшое количество девочек. Вот если ты стрелялка-махалкой в ней одни мальчики, то она не приносит дохода, потому что мальчики тупо сражаются с теми мечами, которые есть. А если в ней есть хотя бы небольшое количество девочек, то мальчики со страшной силы начинают закупать сверкающие мечи, танки, огнеметы и прочее-прочее, потому что они на самом деле, точно так же, как и в настоящей войне, стремятся выпендриться перед девочками. А вот это известно разработчикам компьютерных игр, но и больше неизвестно в администрации президента, потому что совершенно явно идти протестовать, тренд делается модным. А среди молодежи посидеть 15 суток – это круто будет. Не посидел, да ты не крут. И тогда в этот момент начинается вопрос вот тех самых спертых гайчик, о которых говорил Ходорковский, потому что, помните, вскрыли в Украине переписку из Преобной-Сурковой, там обнаружился план по дестабилизации Чернеговской области, написанный с полным незнанием реалий и с гигантским количеством орфографических ошибок. Понятно, для чего был создан этот план. Он был создан не для того, чтобы дестабилизировать область, а просто для того, чтобы попелеть на этом бабки. И вот в этом смысле вся же система устроена одинаково. Борется ли она против Навального, воюет ли она в Сирии, аннексирует ли она Крым. А вот там, как в анекдоте, как не собирая автомат, получается, что крысят бабки. Вот этот дивный ролик про то, что Навальный – это Гитлер. Вот как вы думаете, на скидку, он стоил больше или меньше Димона? Я думаю, что он стоил больше Димона. Я думаю, что его стоило, производило в раз в десять больше человек. И вот они это еще месяц сделали. Это у них плод тяжелого полуторамесячного труда. Но возвращаясь к Медведеву в Думе. Доклад Медведева был, конечно, как на 27-м съезде КПСС. Было ясно, что мы на всех парах идем к коммунизму и даже имеем, подумайте, в четвертом квартале 16-го года рост аж в 0,3% годовых в рублях, естественно. Никаких слов Навальный или дальнобойщики, Трамп, тем более Кадыров, в самом тексте доклада не было упомято. Это все хорошо. Прекрасная маркиза доказывала этот прекрасный человек. На одно только содержание дворцов, которого тратится сумма сопоставимая, если не большая, чем та, которая тратится в год на весь фонд «Подари жизнь», который спасает жизнь сотням анкобальных детей. И действительно все хорошо. Я вообще не сомневаюсь, что в резиденции психака все хорошо. А фонари какие красивые. И вот после этого замечательного доклада Медведев задает парочка вопросов. Медведев первый задается от ЛДПР. А вот как тут-то с Платоном? И будет ли какой-то диалог выстроен с дальнобойщиками? Внимание, ответ Медведева при студию. Цитирую. Не просто будет, он выстроен. Если говорить о том, кто находится в состоянии забастовки, это примерно 480 человек. А в системе зарегистрированы 800 тысяч. Вот интересно, не просто будет, а он выстроен. Можно пояснить, в чем заключается диалог с дальнобойщиками. Медведев с ними разговаривал. Путин с ними разговаривал. Кто-то из них приезжал туда, где постоят. А на самом деле, на мой взгляд, пока самым знаменитым примером реагирования и выстраивания диалога является пост дагестанского чиновника Руслана Акаева, цитирую, Нацгвардия, Крамсетти и тихуродов-дальнобойщиков. Это, видимо, называется диалогом. 480 человек, говорит Медведев. Слушайте, правда? 480? Они что там курят? Стоит весь Дагестан. Стоит полпровинциальной России. В малых городах уже жалуются на то, что сократился ассортимент. Я не сомневаюсь, что в резиденции Психака лучший хамон и пармезон, доставляемый прямо самолетом с итальянского ранчо. Но как-то сказать, что это им, видимо, принесли. Я не думаю, что это Медведев от себя сказал. Это у них такие цифры, это им такие вводные поступают. Как говорят те же самые компьютерщики, то есть если вот тебе заносят мусор, то из тебя вылезает мусор. Дальше продолжает Медведев. Дальнобойщики хотят работать не в серой, а в белой зоне. А те, кто выступает с определенными требованиями, они как раз в этой системе не зарегистрированы. То есть еще раз. Есть дальнобойщики, которых обирают гаишники, бандиты, которые платят пять налогов. У них в шесть-пять раз в долларах упали доходы. С них после того, как упали доходы, содрали еще в пользу Ротенберга 10 миллиардов. Причем я напоминаю, что по тем ставкам, по которым сейчас работает система, приблизительно она столько и собирается. То есть это стопроцентный КПД. Даже в Римской империи, когда брали налоги на откуп, исчезало 25%. Усушка, утруска была. А сейчас вот стопроцентный КПД, откуп частных налогов. Я просто не припомню такой результативности просто в мировой финансовой системе. Вечные бы двигатели, господам Ротенбергам, делать. Да, и вот, собственно, дальнобойщики, которые в среднем сейчас будут зарабатывать где-то 540 тысяч рублей в год, должны еще 300 тысяч, сверх 540, выплатить вот этому Платону из расчета того, что они 100 тысяч километров ездят в год. Я понимаю, что 300 тысяч рублей для председателя правительства, наверное, немного. Я думаю, что там на кроссовки в год больше уходит. Но, по мнению Медведева, он честно, он это считает, он так говорит. Дальнобойщики мечтают, чтобы их ободрали. Вот во всем мире все налогоплательщики пекутся о том, чтобы налог был поменьше. Собственно, от этого всегда революции происходили. Да, вот известная история в Америке приключилась после того, как выросли акцизы на чай. И чай побросали за борт. И вот только российские дальнобойщики, все 800 тысяч человек, тоже неизвестно, откуда взялась эта цифра, в очередь становятся, чтобы ровно третью часть того, что они получают, отдать Ротенбергу. Чтобы он тоже что-нибудь рядом в Италии мог построить. Просто затаенная, видимо, мечта российского дальнобойщика. Некоторые мечтают завелывать святую землю, там найти грааль, без свертия у российского дальнобойщика мечта, чтобы у Ротенбергов тоже было не хуже, чем у Дмитрия Анатольевича. А те, кто выступает, говорит Дмитрий Анатольевич, против, они как раз не зарегистрированы в этой системе. Я бы даже не поняла логику, но дело в том, что большое количество экспертов, в кавычках экспертов, говорит уже то же самое. И я даже не понимаю это, как объяснить. Видимо, Дмитрий Анатольевич считает, что Платон – это что-то такое вроде добровольного общества охотников и рыболовов. То есть вот все люди, которые хотели быть охотниками, записались в общество охотников и рыболовов, а те, которые не хотели, почему-то не записались и критикуют общество. А тогда, в общем, логика есть. Вы же не записались, а критикуете. Ау! Дмитрий Анатольевич, нерегистрация – это и есть протест. Протест против системы, которая на сегодняшний день является единственным в мире частным налогом, доход с которого составляет 100%. Да, дальше спрашивает КПРФ, что мешает вам защититься от нападок Навального. И дивная цитата – «Я не буду специальным образом комментировать лживые продукты политических проходинцев». Это все, что может сказать Дмитрий Анатольевич по поводу ролика, который мы видели. Это все, что он может сказать по поводу ролика, который просмотрели больше 200 миллионов человек, до 20 миллионов человек, извините, ради бога, ради которого на несанкционированные мессинги вышли десятки тысяч в десятках городах страны. Ну, хорошо, проходимец-проходимцем, а вот этих десятках тысяч в десятках городах вы не хотите ли ответить? Вы не хотите ли ответить студентам университета, которые на разных роликах задают такие же вопросы? Неужели они тоже проходимцы? Неужели десятки тысяч российских граждан – они проходимцы? 985, 970, 45, 45. И на самом деле я хочу продолжить ту тему, которую я начинала на прошлой неделе, о том, что российская власть, вот раньше была пруха, были высокие цены на нефть, вообще все перло, карта легла. А сейчас, вот как в скандинавских сагах, начался период неудачи. И одной из составляющих частей этих неудач, помимо дальнобойщиков, очень неудачно был введен этот Платон. Очень неудачно в доведении к Платону был принят налог, освобождающий фактически лично друзей Путина от уплаты подоходных налогов. А очень неудачно оказалось, что Трамп, который в своей внутренней политике не очень пока может многое сделать, решил отыграться на внешней политике и занять ту самую экологическую нишу, которую раньше занимал Владимир Владимирович, причем с гораздо большим успехом, потому что Владимир Владимирович блефовал, а Трамп, судя по всему, не блефует. То есть, если что, он готов нанести удар, он никогда не блефует, видимо, не делает то, чего он не хочет сделать. И вот одной из составляющих частей, на мой взгляд, этой растущей неуправляемости системы является, собственно, все большая отмороженность силовиков. Вот я несколько специально примеров собрала. Один из них, конечно, это жуткая история с исполнительным директором Роскосмоса Владимиром Евдокимовым, который еще в марте этого года убили. Убили в туалете сезон номер пять. Значит, он сидел в привилегированной камере, насколько я понимаю, говоря, что за эту камеру еще надо было приплачивать. И вот, судя по всему, в эту камеру подсадили специального человечка. От Евдокимова, как говорят, требовали показаний на некого Акима Носкова, главу вертолетной сервисной компании, чьей, собственно, правой рукой Евдокимов де-факто был. Это, знаете, стандартная история, когда берут в ходе коммерческой разборки, берут заложника и просят показаний. И, собственно, сразу же была мощная сливная кампания о том, что Евдокимова убрали, потому что он, дескать, был намерен сотрудничать. Что очень было похоже на версию Промагнитского, которого замочил в тюрьме всесильный браудер. Потому что как-то вот в такого рода историях, может, не в Голливуде, когда есть единственный человек, который знает правду, и надо его убрать, чтобы он эту правду не рассказал. А когда есть коммерческая разборка между неизвестного количества фигурантами, то понятно, что один заложник пропал, возьмут другого. И договариваться надо не с заложником, чтобы он не давал показаний, а с теми, кто брали заложника. И, кроме того, вообще не совсем понятно, как вообще люди, которые являются коммерсантами, которые далеки от этой уголовной среды, могут заказать, могут перевести Евдокимова в специальную камеру, подсадить к нему специального человека. То есть, вариантов было два. И либо человек, на которого у Евдокимова требовали показания, действительно проделал все эти фантастические вещи, но тут же следовало ожидать, что тут же, значит, убить кто-то посадит, и тут же, значит, предъявлят еще новое обвинение этому нехорошему человеку. Либо это был какой-то эксцесс исполнителя. То есть, это вымогали у человека показания, зарапортовались. И тогда следовало ожидать, что никаких исполнителей убийства в закрытом сезоне найдут. И самое главное, следовало ожидать, что скорости возьмут нового заложника. И вот ровно это в апреле и произошло, потому что в рамках того же дела 5 апреля был арестован бывший заместитель гендиректора по экономике и финансов Роскосмоса Сергей Мамаев. То есть, раньше следователи считали организатором хищения Евдокимова, и как только произошел вот этот эксцесс исполнитель, у них открылись глаза. Они поняли, что организатором хищения был Мамаев, который раньше проходил по делу свидетелем. Собственно, это я вот как раз к распаде силового аппарата, в чем-то даже более глубоком, чем то, что мы наблюдали при убийстве Сергея Мигницкого. Потому что Евдокимов, он же был не защитник какого-то врага отечества Браудера. Это топ-менеджер Роскосмоса. Есть глава корпорации, действующий Игорь Комаров, который за него не раз получался, не раз требовал его отпустить из СИЗО. И, собственно, согласитесь, это какая-то новая ситуация, потому что, ну да, знают люди, что ты можешь попасть в СИЗО. Но когда оказывается, что ты топ-менеджер госпорпорации, ты пользуешься поддержкой начальства, тебя в рамках каких-то вот этих вот хозяйственных дел сажают в СИЗО, и там еще и пыряют за точкой, мочат в тюремном сортире, то вот это эпизод, который заставляет задуматься, а насколько вообще вот сейчас контролируются все эти силовики. Потому что есть же еще несколько эпизодов. Есть прошлогодние обыски у Андрея Беллининова, который был главой таможни. Человек, может, и не из ближайшего круга, но достаточно близкого к Путину окружения. Он сам просился в отставку. Это просто известно перед обысками. Он даже якобы получил у президента добро. Вдруг мы включаем телевизор, а видим его роскошные хоромы. Причем, судя по всему, Путина в этих обысках не поставили в известность. И он был так шокирован, что даже публично заявил, что подобные вещи недопустимы. Понятно, да, я не о коррупции, мне лично господина Беллининова не жалко. Я об управляемости. Показывают по телевизору, как обыскивают человека об обысках, у которого они поставили в известность Путина. И президент, собственно, кстати, никак этих людей не наказал. Опять же, Никита Белых. Там, насколько я понимаю, как раз был поставлен Путин в известность. Но фишка же в том, что это не Владимир Владимирович как-то спрашивал. Его Белых вполне устраивал. Там была просто самодеятельность силовиков, которые, насколько я понимаю, под Белыха копали еще с момента его дружбы с Навальным. И, соответственно, копали, копали, накопали. А знаете, это вот логика абсолютная. Не пропадать же добру. Вот это как бандиты, допустим. Они возьмут заложника. И потом говорят, ну, мы же работу сделали, нам надо заплатить. Но вот если ты работал, должен же быть какой-то выход. Опять же, Леонид Маркелов, Мариэл, недавний арест. Верный путинец Маркелов. 6 апреля его отправляют в отставку. Судя по всему, в рамках стандартной ротации губернаторов, которую сейчас устроила администрация президента. Я ни слова не хочу сказать в защиту Маркелова с его совершенно роскошной жизнью и фантастическими коллекциями. Но когда ровно через неделю он арестовывается по обвинению во взятке, то понятно, с одной стороны, что, наверное, да, Путин кивнул и дал добро. Но это же означает легкость, с которой можно манипулировать президентом. Потому что вот администрация президента в лице Сергея Киренка по каким-то одним соображениям решает заменить Маркелову новой фигурой. И вдруг оказывается, что у другой башни Кремля или там у другой башни Лубянки совершенно другая идея. И еще более интересный момент, еще более показательный, это, конечно, арест Улюкаева. Заметьте, что вот это было большой ньюс, и с тех пор мы, собственно, ничего публично об аресте министра экономического развития Алексея Улюкаева. Арестовано с фантастической формулировкой о том, что он вымогал усеченную взятку за одобрение продажи 19,5% акций Роснефти. И получил эту взятку в дипломатии, лично явившись за ней Роснефть. Да, мы ничего не слышали с тех пор. Мы не видели видео, как его взяли, хотя они всегда это видео предъявляют. Мы не слышали никаких прослушек, хотя эти прослушки всегда утюкают. Вот это отсутствие новостей является очень показательной новостью. А, да, тоже нам в этой истории публично говорили, что операция по увлечению взяточника Улюкаева длилась много месяцев, что прослушивался не только Улюкаев, а другие члены правительства, что Путин был в курсе этой истории с самого начала. И, естественно, с одной стороны, Путин, видимо, имел какие-то причины быть недовольным. Но любой человек понимает, ну, как бы, любой человек, скажем так, да, который в курсе того, что творится в Кремле, понимает, в курсе табелей о рангах, существующих в Кремле, понимает, что Улюкаев не может вымогать взятку у Сечина примерно по той же причине, по которой заяц не может вымогать кусок мяса у льва. Ну, и почему, если такое было, почему бы Сечину не нажаловаться Путину при первых признаках вымогательства? Почему Путину просто не уволить Улюкаева? А где вот, собственно, все эти видео, которыми нам столь радостно демонстрировали случаи Беленинова? И вот их нету, а зато есть масса дополнительной информации, потому что нам выясняется, что посредник, который сообщил Сечину о требованиях Улюкаева, есть некий глава Госбанка, как говорят, то есть невольно думается на главу ВТБ Андрея Костина. И второе, что говорят, что человек, который в тот роковой для Улюкаева вечер встречался в Роснефти, с Улюкаевым был сам Игорь Иванович Сечин. То есть удивительно неприглядная картина вырисовывается для обеих сторон, потому что, судя по всему, Улюкаев пожаловался Костину, что вот он пашет за бесплатно, Костин, видимо, передал, желая сделать доброе дело. И, собственно, Игорь Иванович мог прийти к президенту и сказать, да что же это вот такое, пошел вон дурак. И вместо этого президента начали разводить, да, там началось какое-то личное вручение дипломату Улюкаеву, то есть целая оперативная комбинация, под предлогом которой слушало и все правительство, и, видимо, собственно, хотели добиться отставки правительства, но с правительством не получилось, пришлось довольствоваться Улюкаевым. И, опять же, да, роль во всем этом президента, вместо того, чтобы просто уволить Улюкаева, да, возникает вопрос, он был просто рецепиентом этих сведений или он был объектом разводки. Я, опять же, не о моральном облике всех этих лиц, потому что мы догадываемся, как Беренинов управлял таможней. Я не могу сказать, что поведение Улюкаева прилично. Я об управляемости страной, потому что вот после убийства немцев стало очевидно, что Путин не управляет Чечнёй. Чеченские власти дают это понять громко и демонстративно, но вот все случаи, о которых я говорю, заставляют задуматься о том, что президент Путин потерял контроль над своим окружением частично и часто является, возможно, объектом совершенно средневековых разводок с их стороны. Перерыв на новости. Программа «Код доступа». Программа «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина. Опять «Код доступа», как всегда, в Доврем по субботам. 985-970-45-45. И, собственно, я вот о тревожной потере управляемости, которая может только возрастать, потому что пирог-то сокращается, а это значит, что каждый силовик, который хочет сохранить свою долю, да, начинает проявлять всё больше и больше аппетита. Что, собственно, влечёт для режима «Новые риски». И вот как раз на этом фоне произошло несколько знаковых вещей, связанных с Чечнёй. Во-первых, опубликовали видео допроса Заура Дадаева, предполагаемого убийцы Немцова. А, во-вторых, в редакцию «Новой» газеты прислали конверт с белым порошком и адресом Грозный. Ну, понятно, что это был, скорее всего, стиральный порошок, но в данном случае же речь не о порошке, а о предупреждении. А и, в-третьих, Путин встретился с Кадыровым после истории о истории с чеченскими геями, которая не была упомянута публично при этом. И, кстати, после статьи «Фенэншал Таймс» о разногласиях Кадырова и Сечина. Я вот плёнку допроса Заура Дадаева вам всем рекомендую посмотреть, потому что это очень поучительно. Вот сидит человек, абсолютно уверенный в себе. Ну, а действительно, что ему грозит? Ну, его осудят. Отбывать наказание он будет на территории Чечни. Догадайтесь, скольких трёх раз он там просидит. И этот человек рассказывает, что вот во Франции была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда. После этого там произошло убийство, цитирую дословно. То есть, можно подумать, что там вот не совсем понятно, кто кого убил. И, цитирую, несмотря на это, Немцов всё это поддержал и хотел опубликовать карикатуры на территории Российской Федерации. После этого мы и начали этим заниматься. И вот этот человек спокойно рассказывает, да, что вот барлист Немцов, он поддерживал Шарлеп, да, он хотел на территории Российской Федерации распространять карикатуры на посланника пророка, на посланника Аллаха. Да, там были какие-то 5 миллионов. Да, вот Русик ко мне заезжал, предлагал 5 миллионов. Он мне рассказал об этой страшной истории, о том, что Немцов оскорбил Аллаха, что он хочет что-то там распространять. Заметим, видно, что Заур Дадаев, ну, собственно, абсолютно не в курсе того, где, как, что было опубликовано. И видно, что он просто даже не понимает, что, собственно... То есть он, условно говоря, не понимает, что Борис Немцов не мог напечатать на территории Российской Федерации номер журнала «Шарли Эбдо» по некоторым обстоятельствам, которые, видимо, находятся выше понимания Заура Дадаева. Но просто Заура Дадаева это кто-то сказал, тоже можно не сомневаться, что это действительно ему сказали. И он так спокойно рассказывает, что вот я посоветовался с Бейсиком, с Анзором, что мы решили сделать это ради Аллаха. А деньги, ну, деньги, я вот так и сказал Русику, что если будут деньги, ну, это не помешает, но вообще я это делаю ради Аллаха. Вот, то есть можно любому человеку сказать. Слушай, а этот человек против Аллаха? И, да, Заур Дадаев, большое количество Заур Дадаевых возьмутся за работу, иншалай им, еще заплатят 5 миллионов. Да, он спокойно напоминает следователям, что вся Россия объясняла Борису Немцову, что он неправ. Непонятно, что за Россией объясняла Борису Немцову и что она, собственно, ему объясняла, потому что, видимо, не вся Россия хотела знать, хотела, понимала, что хочет сделать Борис Немцов с карикатурами из Шарли Эбдо, потому что он ничего не хотел с ними сделать. Вот, он борт тем, что за посланника вступились. Была такая возможность за посланника Аллаха вступиться. А про Немцова он, цитирую, никогда не знал, как он начал заявления эти делать. Вот тогда и начал этим человеком интересоваться. Девушка непричастна, поэтому он не хотел ее трогать. Ну, такой хороший человек. Вот какую картину он рисует? Ее спрашивают, почему на мосту? Ответ чисто случайно. А Бодина, вот он описывает, да, я за ним шел, телефон был у меня на звонки, жди, 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 говорю я Анзору. То есть для этого человека это обыкновенная работа. Ему только честно хочется объяснить, что он делает ее ради Аллаха. Вот Аллах Чечне деньги дает, но вот Анзор Дадаев ради Аллаха. А он говорит, мы следили за этим, может человек образумится, соскочит с этого, нет. Нет, он продолжает. Вот понятно из того, что говорит Анзор Дадаев, что он, еще раз повторяю, не представлял себе даже, какие заявления делал Немцов и не понимает, что значит, что Немцов хотел опубликовать карикатуры. Он не представляет себе, что такое Шарли, что такое Немцов. Но вот, как бы сказать, вот Андрей Ларионов развил очень деятельную кампанию по защите Заура Дадаева. Он очень храбро рассказывает, что Немцова убила кровавая губня, что с участником этого убийства был Яшин. Ну, подумайте, какая храбрость у Андрея Николаевича самого Яшина обличает. Вот, конечно, мне бы хотелось спросить Андрея Николаевича Ларионову, вот что он думает по этой пленке? Что он думает при виде этого ничего не стесняющегося человека, который, ну вот, хвастается, если не хвастается, то очень спокойно деловито объясняет, да, вот оно так было. Вот это какое-то невероятное унижение. Вы знаете, читаешь, там, Вольтера, читаешь Ингерсола, то есть тех людей, которые в Европе боролись против церкви, и понимаешь, что вот три столетия человеческого прогресса, просвещения, теории эволюции, физика, химия, это сейчас проходит мимо России стороной. А самый сильный в России человек, тень которого стоит за спиной Заура Дадаева, который, ну, как бы видно, что этот человек, ну, как бы это нягче сказать, что он не совсем в курсе, как существует западная цивилизация человеческая. И вот это достижение Владимира Владимировича Путина, что эти люди обладают правом совершать насилие, правом убивать в России. И это же касается не только Немцова, это же касается не только угроз в адрес «Новой газеты», это касается гигантского количества бизнесов, это касается самых обыкновенных людей, например, автомобилистов. Вы не знаете, недавно приятель ехал, ну, просто ехал к себе на работу, значит, небедный, кстати, человек. Вдруг перед ним, одна машина перед ним, а другая после него, развернулись прямо поперек двух сплошных полос через Кутузовский. Но он вследствие кряка обалдел, да, он притормозил, пропуская вторую машину, его зацепила вторая, которая, ну, первую машину, а его зацепила вторая, которая разворачивалась следом и которую он не видел, потому что его все внимание было приковано к этому удивительному событию, которое совершалось у него впереди. А, да, из машины вылезают прекрасные люди и говорят ему, ну, ты куда смотрел, ты чего нас не пускаешь, ты не видишь, мы на свадьбу едем. А, да, через две сплошных, поперек Кутузовского, и ни тени сомнения в собственной правоте. И если какая-нибудь там, я не знаю, полномоченная по правам человека госпожа Москалькова, которая вот, да, не нашла подтверждения всему, что писала новая газета, если она думает, что чаша сияет и минет, то, понимая, это далеко не факт, для этого не надо быть бизнесменом, для этого не надо отстаивать права человека, которых я лично и сама не люблю. А, да, для этого достаточно, чтобы вот ты не вовремя ехал посередине Кутузовского, и тебе развернулись прекрасная горная молодежь и сказала, ну, как же, мы же ехали на свадьбу, мы же развернулись, ты чего нас не пропустил? И, на мой взгляд, вот этот национальный позор, он проникает, конечно, во все слои общества, потому что как-то Путин, возможно, войдет в историю, как человек, при котором Россия была завоевана Чечнёй. И когда-нибудь это кончится, и кончится это, в общем-то, очень тяжело, потому что нужна политическая воля для решения такой проблемы. Очевидно, что Путина устраивает существующие ситуации. И вот на фоне этого, да, все, что мы знаем, что президент Российской Федерации в Кремле провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, что Путин похвалил Кадырова за выполнение майских указов, что Кадыров сказал Путину, что у него состоялась встреча с главой Роснефти Игорем Сечиным, потому что они договорились, у них были определенные непонимания. Что там произошло на этой встрече, мы не знаем, мы вольны гадать. Но, в общем-то, я начала эту историю с Эммануэля Макрона, для которого люди, убивающие во имя Аллаха, во Франции являются неразрешимой проблемой. Да, это вот как климат, с этим теперь надо жить. И подобные проблемы решаются при наличии желания их решить. Нерешенные они уничтожают государство. Поэтому мне не очень понятно, почему называем западных политиков слабаками, потому что там уже давно не все Макроны. Но сами при этом, но в конце концов, если правда то, что говорит Заур Дадаев, и он убил Немцова ради Аллаха, то это вообще-то теракт. 985-970-45-45. И, как я уже сказала, вот всегда, если что-то происходило внутри России и шло не совсем так, то всегда это компенсировалось за счет внешнеполитических успехов. Уже практически с момента аннексии Крыма была хорошо известная формула, что если в России начинает падать все уровень жизни, можно начать войну в Сирии, можно начать освобождать Донбасс, население громко закричит ура. А поскольку эта война, в отличие от Первой мировой, всегда будет пиар-войной, то есть она будет вестись без большой крови, то никаких проигрышных моментов в такой пиар-войне нет. Кстати, в этом смысле, конечно, в Кремле хорошо усвоили уроки истории, они хорошо знают, чем кончается в хавычках маленькая победоносная война, и никакой новой войны 1905 года они не начнут. А вот все так, Сирия, Донбасс и так далее. И всегда это очень хорошо действовало последние несколько лет, но сейчас имеет место быть проблема, потому что появился Трамп, за счет которого не по-саму утверждаешься, Трамп сам по-саму утверждается за счет кого угодно. И вот на наших глазах выяснилось, что человек по имени Асад уже просчитался. Когда он применял свое химическое оружие, он думает, что это будет бизнес, как обычно, а оказалось, что долбанули по аэродрому и вполне готовы продолжать еще. И обратите внимание на второго человека, который пошел в сторону, это совершенно неуправляемый, казалось бы, лидер Северной Кореи Ким Чен И. А который обещал на свой день рождения взорвать бомбу, очередное испытание. А как-то после того, как Трамп уронил на Афганистан маму всех бомб, вдруг резко передумал. И несмотря на все громкие заявления, которые Северная Корея делала по этому поводу, но цыплят же считают не по заявлениям, это не важно, как оно крякает, важно, как оно летает, важно то, что Ким Чен Ын бомбу не взорвал. И то же самое важно, что когда полетели американские томогавки, Россия не применила свои противоракетные системы. А все остальное, что мы там крякали в ООН, это были слова, это была журналистика. А я обращаю ваше внимание, почему это является серьезной переменой. Потому что у Кремля всегда в случае ухудшения позиций на внутреннем пронисе был выход в внешний вот такой вот эксгибиционизм, внешнюю пиар-войну, подчеркиваю, пиар-войну, не настоящую войну. В принципе, был в запасе козырь, очень простой, называется Украина. Вот Донбасс. В любой момент это могло быть беспроигрышно реанимировано, могли вспомнить мальчика в Славянске, распять еще пяток, а сейчас, извините, не забалуешь. Ведь представьте себе, начнется новое обострение в Донбассе. А вот представляете, это при Трампе бы сбили боком этот несчастный малазийский Боинг. Потому что в любой момент после такой истории понятно, что Трамп тоже переориентируется и тоже будет повышать ставки. Самой мелкой реакцией Трампа будет поставка летального оружия Украине. Начнется реальное, а не предполагаемое Кремлем фиктивное превращение Украины в опоры США в Восточной Европе. И как-то вот я не думаю, что в этой новой международной обстановке США решатся, вернее, Россия решится прибегнуть к такому козырю. 985-970-45-45. Еще одна история, о которой меня спрашивают много вопросов про план сноса пятиэтажек. Это, собственно, то, о чем вчера подробно говорил Пархоменко. У него какой-то очень пессимистический взгляд на вещи. Вообще у всей нашей интеллигенции по этому поводу пессимистический взгляд на вещи. Я вам честно скажу, что у меня пока нет своего взгляда по поводу того, что будет происходить. Поживем, увидим. Я могу сказать только одну вещь, что мне кажется, что то, что будет происходить, это будет градостроительная катастрофа. Сейчас объясню, почему. Потому что, на самом деле, пятиэтажки, это, конечно, хуже, чем маленькие коттеджи. Но это гораздо лучше, чем двадцатиэтажные дома. Если вы посмотрите на города мира, нормальные города мира, как они устроены, то, за исключением зон очень плотной городской застройки в центре, типа Манхэттена, но, в конце концов, даже Нью-Йорк в значительной степени так где-нибудь в Бронксе состоит из двухэтажных, трехэтажных домиков. И самое печальное во всей этой истории, очевидно, это то, что, хорошо, вы сносите пятиэтажку. А посмотрите, да, конечно, у них вид страшный, обшарпанный. Но, я не знаю, поедете куда-нибудь в Копенгаген. И вы видите, что центр Копенгагена, ну, не центр, а как раз, да, полуокраинная, состоит как раз из таких же пятиэтажек, только, естественно, совершенно другой у них вид. И это нормально, потому что это нормальная городская среда, если она не обшарпана. Это, конечно, как я уже сказала, хуже, чем одноэтажные домики, но все-таки это город. А, значит, если вы сносите пятиэтажку и расселяете ее жильцов поблизости, то для того, чтобы застройщик окупил как-то это дело, он должен на этом месте построить тридцатиэтажный дом и двадцать пять остальных этажей продать. Понятно, что нагрузка на инфраструктуру, которая при этом возникает, она чудовищная. Допустим, с инфраструктурой справились, но тогда все равно остается нагрузка на человеческую среду. Вот, на мой взгляд, вообще вот эта вот многоэтажная застройка Москвы, новой Москвы, это одна из крупнейших градостроительных ошибок новой мэрии, которые, конечно, грозят совершенно стратегическими проблемами в не таком уж далеком будущем. Относительно же всего остального, вот я могу сказать, что у нас в России есть две тенденции. Во-первых, у нас, даже если взяться, улучшать жизнь народонаселения, все равно, как ни крути, получится система Платон. Как в анекдоте, собирают всегда автомат. И вторая тенденция, противоположная, заключается в том, что, несмотря на всю критику, которая раздается в адрес Самерина, я могу сказать, что все, что делал Собянин пока с Москвой, за исключением, как я уже сказала, вот этой стратегической проблемы застройки новой Москвы многоэтажными зданиями, метро, городская среда, магистрали. Да, все это было абсолютно правильно, и все это пошло только на пользу москвичам, не говоря уже о этих потрясающих многофункциональных центрах, где действительно впервые в жизни можно получить справку и заплатить налоги, не отходя от кассы, и очень быстро. Да, там вопрос костов, стоимости, по которой Собянин все это делал, вопрос состава подрядчиков. Но еще раз повторяю, да, Москва при Собянине впервые стала городом. И мы имеем парадокс, потому что подобная реновация в столице имеет только один смысл – это взятка избирателя. Вот задумано все, что будет происходить, было несомненно, как, слушайте, давайте, мы тут получим выгоды со всех сторон. Да, значит, ближайшие друзья Путина или не ближайшие смогут заработать на подрядах, избирателям будет взятка, а Москва решит свои проблемы с фондом ветхого жилья. А вот как это будет реализовываться – другой вопрос. Потому что если дать это реализовывать с Реттенвергом, то получится Платон. Если дать это реализовывать с Собянином, то получится хорошо. А чей, да, что перевесит, мы увидим буквально через полтора года. Как раз к выборам. И понятно, что Кремль на самом деле страшно рискует, потому что он рискует получить проблемы уже не в лице дальнобойщиков. Если он не сможет сделать обещанное. А проблема в лице миллиона разъяренных жителей города Москвы. Той самой Москвы, в которой, если что-то происходит, то происходит именно в Москве. При всем моем сочувствии и уважении к городу Новосибирску, город Новосибирск, что бы в нем ни происходило, с него революция не начнется. А вот ребята играют с огнем. И, не дай бог, у них, как это всегда с Платонами, что-нибудь не выйдет у них. То есть, не дай бог, а вот не выйдет. То может получиться очень интересно. 985, 970, 45, 45 и последняя история, которую я хочу рассказать, последние пять минут. Это, конечно, фантастическая новость, которая прозвучала в наших СМИ пару дней назад и которая была предельно непрофессиональной даже для наших непрофессиональных СМИ, когда все заголовки в Яндексе представили, что уволен ведущий Fox News, который назвал Путина убийцей. Уволен был Билл Урайли, лучший и самый рейтинговый ведущий Fox News, мой кумир личный. И, конечно, сказать, что уволен ведущий, который назвал Путина убийцей, ну, это, да, я просто на Fox News даже и не помнили об этом, когда увольняли Билла Урайли. По поводу увольнения Билла Урайли, на СНН был просто праздник. Это вот было почти как Трампу объявили импичмент. Самая главная была причина увольнения. Билл Урайли был уволен за сексуал харассмент. И никто, собственно, при этом не знал, в чем, собственно, харассмент заключается. Известно только, что в предыдущие годы Fox News выплатила за харассианом Биллом Урайли женщинам около 13 миллионов долларов от Ступного. То есть, грубо говоря, Билл Урайли уволен из-за Дианы Шуругиной. Из-за женщин, которых он 40 или 30 или 20 лет назад, он там притиснул, сунул куда-то руку или даже переспал. И вот 30 или 20 лет назад эти американские Дианы Шуругины не обратились в полицию или вовсе не возражали, или даже думали, что будет лучше для их карьеры. А вот через 40 лет назад Пепел Клоаса ударил на их сердце. Но стучал он при этом не настолько громко, чтобы стоять перед 13 миллионами долларов. Диане Шуругиной на донышке такие бабки не снились. Собственно, этот страшный случай, помимо того, что, в общем-то, единственный человек, которого я всегда смотрела на Fox News, это был Билл Урайли. И он был кумир. Это была самая рейтинговая программа. И это была программа человека, который был воплощением центризма и консерватизма. И вот этот случай показывает, что проблема политической корректности обвинения в sexual harassment, она все-таки уже перестала быть таким экзотическим украшением на тортинке свободы. Это уже могучее орудие политической цензуры, сведение личных счетов, укрепление влияния радикальных организаций, причем организаций, представители которых придерживаются самых отвратительных разновидностей фарисейства. И, собственно, перед нами уже маячит превращение свободного западного общества в такой, знаете, тоталитаризм лайт. С одной стороны, конечно, он лайт, а с другой стороны, он отвратителен тем, что он основан не на давлении сверху, а на взаимном провокании мозгов. И обращаю ваше внимание, что все эти обвинения нарушают две заповеди современного правосудия. Презумпцию невиновности и принцип наказания задним числом. Потому что презумпция невиновности. Когда человек говорит, знаете, меня 20 лет назад изнасиловали, и сделал это вот такой-то, доказательств нет. Это слово против слова. Хотите или нет, но даже если это все это было, это надо истолковывать в защиту обвиняемого, потому что доказательств нет. Это значит невиновен. Да, и второе, что самое главное, не менее главное, что речь все-таки идет о наказании задним числом. Потому что я, конечно, не знаю, что там у Билла в райе было, но в самом худшем случае он кого-то вынудил на сексуальную близость. Хорошо, это плохо. Но ведь тогда это де-факто было ненаказуемо. И, на мой взгляд, это абсолютно поразительная вещь. Феминизм добился потрясающей победы в 30-х, 40-х, 50-х годах. Женщина получила власть над собственным телом. Это круто, это замечательно. Раньше, если что-то случилось и кто-то с кем-то переспал, то если это не было прямо изнасилование, всегда это была самка виновата. Но с этой властью она получила ответственность. И сейчас мы видим, что уголовное законодательство не поспевает за историей о том, что если женщина получила власть над собственным телом, то она получила и ответственность. И если с кем-то произошел сексуальный контакт, то, извините, почему мы должны считать, что или тот виноват, или та виновата? А если никто виноват? А если это серая зона? Почему мы должны считать непременно согласно УК, что совершено преступление? Это нарушение третьего очень важного принципа, который заключается в том, уже не правосудие, а здравого смысла, что в жизнечественной много горя. За всякое горе всех не накажешь. Если есть свобода секса, значит должна быть серая зона. Всего лучше. До встречи через неделю.